Добрый вечер, дорогие друзья! В Питере у нас идет дождь, уныло и пасмурно. Для того, чтобы поднять вам настроение, мы вам принесли интересных ламповых историй про OCP. Нет, как вы подумали, это не будет рассказа про Алекса Мерфи и волшебную корпорацию, а будет рассказ про Open Compute Project. У нас в гостях Евгений Лагунцов, директор Центра Компетенции компании Гагарин Н, и Анопринка Андрей, специалист по серверным платформам, и как его иногда еще называют, специалист по неизвестным проблемам. Соответственно, я перед подкастом, как ответственный мальчик, сходил, почитал в Википедию, что такое Open Compute Project, и Википедия на мне рассказала следующее, что Open Compute Project — это концепция, сообщество и организация, прям человек и пароход, в рамках которых участники в форме открытого диалога, делится разработками в сфере программного, аппаратного и физического проектирования современных центров обработки данных и оборудования в них. Основной задачей проекта является снижение CAPEX и OPEX инфраструктуры крупномасштабных цодов. Вот, коллеги, расскажите мне, пожалуйста, слова вроде, вот как бы, буквы понятны, слова собираются, слова в предложении собираются, а вот какого-то смысла нету. Вот читаю примерно как волшебная штука для измерения волшебных штук. А вот расскажите мне, а что здесь в реальности является такое вот это вот волшебное OCP? Коллеги, здравствуйте, всем добрый вечер, добро пожаловать на наш подкаст, я Евгений Лагунцов. Собственно говоря, OCP — это действительно Open Compute Project, и, наверное, можно посмотреть на вопрос, что же такое OCP, ну, я думаю, что с трех углов зрения. То есть, во-первых, это действительно сообщество, ровно то, что ты прочитал, процитировал из Википедии, я скажу честно, Википедию давно не лазил, не сверялся с ней. Это сообщество, в котором на текущий момент достаточно большое количество участников, если мы про компании, то более 300, которые совместно разрабатывают новые решения, новые технологии, новые железки, новое программное обеспечение, новые решения для того, чтобы, ключевое слово, повысить эффективность Центра обработки данных, хотя в последнее время не только Центр обработки данных. В сообществе это много разных проектов, которые нацелены на развитие серверных технологий, и в рамках этих проектов ребята собираются и обсуждают то, кто что интересного сделал, делятся какими-то наработками, головными болями, решениями этих проблем и так далее. Есть то же самое про хранение данных, про инфраструктуру цодов, про возможности повторного переиспользования тепла, про сетевое оборудование и так далее, и так далее, и так далее. Много всего. Таким образом, это клуб по интересам, ребята собираются, обсуждают, делятся проблемами и способами их решения, что получилось, что не получилось, придумывают что-то новое. В чем-то похоже на сообщество open source, но может быть чуть более камерное, не такое широкое. Со второй стороны можно посмотреть на OCP, наверное, в том смысле, что это не просто сообщество, как набор людей и компаний, это принципы, принципы построения инфраструктуры. Прежде всего, это открытость, это эффективность, та самая, про которую мы, наверное, сегодня львиную долю времени будем говорить, это масштабируемость. Вы можете не быть участником OCP-сообщества, не участвовать во всех этих тусовках и даже не читать особенно документацию, но вы можете этим принципам следовать, на базе этих принципов что-то свое создавать. И третий взгляд на OCP, это на самом деле стандарты и набор спецификаций. То есть ребята в рамках своих посиделок формируют там не просто какой-то контент в виде записи звонков или презентаций, формируются в том числе и конкретные спецификации на те или иные решения. Будь то, как выглядит сервер его в том числе до достаточно глубокого уровня дизайна, как выглядит тот или иной сетевой адаптер, как он устроен, как выглядят шкафы и так далее. Спецификаций в OCP созданы огромное количество. Более того, часть из них, скажем, особо никому не интересны. Просто кто-то сделал что-то, что ему понравилось и решил поделиться со всеми остальными. Но на самом деле часть из этих спецификаций крайне популярна, используется в IT-индустрии в целом и не только в рамках OCP-сообщества. Например, OCP-мезонинный адаптер, то есть сетевой интерфейс, который придуман был в OCP-сообщества, но теперь, в принципе, если вы посмотрите на стоечный сервер типовой 19-дюймовый практически любого производителя, то там подобный OCP-слот и OCP-адаптер можно найти. Это история про OCP-шкаф, в рамках которого, собственно говоря, практически все вендоры инфраструктуры подобные шкафы выпускают, и это позволяет обеспечить совместимость разных OCP-производителей между собой. И, например, типовые самые популярные серверы, скажем, Teoga Pass, который был в Фейсбуком в свое время законтрибьючен в сообщество и многими участниками сообщества реализовывал. На этом я, наверное, остановлюсь, так уже слишком долго говорю. То есть, в принципе, OCP — это три буквы, на мой взгляд, про три основные вещи. Это сообщество, посидеть, пообщаться, подвигаться вперед сообща. Это общие принципы и конкретные спецификации или стандарты, которым многие из участников сообщества и не только из участников сообщества, а вообще IT-производители исследуют. Хорошо. Ну и стандартный вопрос, когда мы начинаем какую-то тему, и это первый подкаст из серии, сможет рассказать о том, как это все возникало, бурлило, поднималось и, собственно говоря, выросло, выкористрировалось в то, что мы имеем здесь и сейчас. Да, давайте я тут немного расскажу про отечественную, скажем так, часть вот этой истории OCP и OCP-подобных систем. Меня зовут Андрей Наприенко. Я долгое время работал в дата-центре, который как раз-таки большое количество этих платформ непосредственно эксплуатирует. Основная история, как Евгений уже рассказал, это про эффективность, и к эффективности к этой шли достаточно постепенно, если говорить о развитии этих систем. То есть в целом OCP возник, как принято считать, родоначальником был как раз-таки Facebook, то есть Цукерберг решил, что надо бы поэффективнее, и оттуда начался немного, постепенно начался вот этот развиваться, как бы уже, можно сказать, стандарт или концепция. Мне больше, честно говоря, нравится как раз слово концепция, то есть это именно подход к созданию оборудования. В России, в российском сегменте одним из основных эксплуатантов более 10 лет назад стало OCP-подобных систем компании Яндекс, и они постепенно изменялись в соответствии с вызовами рынка, появлением новых систем, появлением новых сервисов, и, в принципе, постоянно отвечали как раз той самой эффективности. То есть кратенько расскажу, то есть для того, чтобы немного ввести в курс дела людей, кто не представляет, что такое OCP-стойка, из чего она состоит, и какие дальше уже там могут происходить изменения. То есть основное отличие OCP-стойки, вот стандартной серверной стойки, состоит в том, что она зачастую имеет консолидированное питание и консолидированное охлаждение. То есть это поднято чуть выше уровня сервера. То есть питание осуществляется за счет общей шины, охлаждения, либо за счет фанволов, либо в шасси установлены какие-то дополнительные вентиляторы, то есть, как правило, сами серверы OCP-стандартов, они не имеют в себе ни блока питания, ни охлаждения. То есть лишнее переходит на уровень инфраструктуры такой небольшой, именно уходит в стойку и позволяет нам наиболее эффективно обслуживать это, в том числе в уже повседневной эксплуатации. Также мы можем понять, что Facebook — это огромный IT-гигант, который хорошо умеет считать денежки и который пришел к тому, что необходимо менять, уходить немного от классических подходов, от классических 19-дюймовых серверов, уходить в более удобные для ежедневного обслуживания машинки. То есть это все как раз-таки и является вот этим вот основным драйвером. То есть эффективность, 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 увеличение ежедневной эффективности, увеличение эффективности стойки с точки зрения потребления ей холода, с точки зрения обслуживания, с точки зрения скорости диплоймента ее в локацию и так далее. То есть максимально получить высокую эффективность именно при эксплуатации этих платформ. Если говорить про историю, может быть, поскольку время у нас есть, я надеюсь, могу попробовать чуть раньше отмотать вообще в конец прошлого века, в мировом масштабе, как к OCP, в принципе, к этой идее пришли. То есть понятное дело, что в конце прошлого века, да, появился Open Source, появился Linux, появилась x86-архитектура стандартная, типовая. Все это позволило с технологической точки зрения, в том числе, обеспечить бум, тех, кого сейчас называют гиперскейлерами, ребят, занимающихся там и интернет-технологиями, тем же самым поиском, и онлайн-ретейлом и так далее, и так далее. И вот в прошлом веке, да, эти ребята покупали огромное количество серверов, ну, на тот момент, там, лидирующих производителей, как правило, американских. Покупали их много, покупали, понятное дело, с большими скидками, но все равно очень дорого. Вот, потому что понятно, что на самом деле для их инфраструктуры, вот, все, что есть в этом, там, дорогом, красивом сервере от красивой американской компании, на самом деле не нужно. Вот, и поэтому следующий виток, как бы, эволюции, ну, там, в мировом, наверное, масштабе, был, когда эти ребята-гиперскейлеры, понимая, что они покупают, на самом деле, огромное количество серверов, имеют право и возможность диктовать вендорам, что им нужно, что им не нужно, пошли по двум разным путям, а некоторые гиперскейлеры по двум путям одновременно. То есть путь номер один — это прямое общение с серверным вендором, с большим, красивым, американским, как правило, на уровне следующим. Ребята, у вас там замечательный сервер, но мне вот не нужны вот эти вот чипы, которые там стоят 2 доллара, потребляют 2 лишних ватта, мне не нужны вот эти вот там ваши спецпрошивки, не знаю, там, в дисках, мне не нужен этот там чип-контроллер удаленного управления и так далее, и так далее. Пожалуйста, оптимизируйте железку под мои задачи, под то, что мне нужно. И на самом деле вендоры на это шли. Практически во всех известных мне там больших, крупных американских вендорах было не публичное, относительно небольшое подразделение, которое занималось тем, что делали специальные серверы под крайне ограниченное число заказчиков, которых часто можно было там пересчитать по пальцам двух рук. Вот, и которые реально продавали там огромное количество этого железа просто по тем спецификациям, которые согласовывались с заказчиком, который имел возможность диктовать, что ему нужно, покупая большое количество сразу. Вот и второй путь — это, собственно говоря, гиперскейлеры, смотря на всю эту ситуацию, понимая, что при таких масштабах почему бы им самим не стать вендором, почему бы им не перестать отдавать кучу денег неизвестным другим компаниям, собственно, стали думать на тему, как бы серверы сделать самостоятельно и, грубо говоря, размещать заказы где-нибудь в Юго-Восточной Азии, в Китае, в Тайване для того, чтобы, по сути, самим стать производителем серверного оборудования. Но при этом все мы понимаем, что придумывать свою технологию, придумывать свой сервер в чистом поле достаточно тяжело. Естественно, хотелось бы применять подходы, которые в том же open source программном обеспечении отработаны, а именно делиться наработками, делиться проблемами, делиться граблями, которые встретили путями обхода этих граблей и так далее. То есть за счет сообщества, за счет совместных обсуждений, совместных инноваций, как бы громко это слово не звучало, продвигаться дальше, делать новое железо более эффективным, более компактным, более плотным, более энергоэффективным, более легким в обслуживании и так далее, и так далее. И, собственно говоря, где-то вот на этом моменте, в 2011 году Facebook и решил свои последние наработки, которые он закладывал в свой новый центр обработки данных, по сути, выложить в сообщество и рассказать о том, что он сделал, как он добился. И там цифры с точки зрения эффективности были, по-моему, очень красивые. Порядка 40% больше энергоэффективности и, по-моему, 25% меньше стоимости. Вот это действительно цифры важные и большие. И для гиперскейлеров стоимость и эффективность – это, на самом деле, ключевое конкурентное преимущество. Для них это действительно очень важно. И, собственно говоря, так вот в 2011 году OCP был создан. По сути, за счет того, что Facebook выложил свои наработки, предложил другим ребятам присоединиться, и достаточно быстро, оперативно в этом же сообществе появились. И другие гиперскейлер-компании. Очень быстро разворослось количество разных спецификаций, дизайнов, которые были опубликованы в сообществе, которые какие-то хорошо использовались, какие-то использовались не очень. Но если говорить про историю, то, на самом деле, мы видим, что если начиналось OCP как решение для гиперскейлеров, как повысить эффективность инфраструктуры, то в последнее время мы видим, что эти технологии, эти подходы, эти принципы находят свое применение не только для тех, кто строит прям гигантский центр работы данных, а для нормальных, в кавычках, корпоративных заказчиков из самых разных индустрий, будь то финансы, телеком, даже государственный сектор и так далее. Потому что эффективность, на самом деле, важна для всех. Если мы говорим про крупный центр работы данных, то возможность оптимизировать энергопотребление, возможность оптимизировать теплоотвод, сделать более плотным размещение, это реально огромные деньги, которые на уровне компании очень-очень важны. Хорошо, у меня тогда встречный вопрос. Вот мы говорим о том, что все началось с того, что именитые компании не захотели закупать сервера с лишними чипами за 2 доллара, и мы пришли в итоге к тому, что принципы OCP и наработки OCP пришли в обычную жизнь обычных крупных интерпрайзных компаний, которые тоже закупают их там не то чтобы составами, но местами вагонами. Тогда у меня встречный вопрос. Если все так хорошо, то почему условно я до сих пор вижу в основном предложение для того же самого крупного интерпрайза именно вот этого красивого сервера с обвешанного чипами дополнительными, как новогодняя елка, игрушками, нежели предложений к покупке как раз вот этих энергоэффективных серверов. А если тебе прям надо купить вот какие-то там специальные сервера, ты прям вендор должен душить во всяких неприличных местах, чтобы он тебе хотя бы рассказал, что у него есть что-то отличное от стандартных наборов ИК-86, которые есть у него на сайте. В целом ты совершенно прав, особенно если мы говорим про вендоров больших, там тех же самых американских, а теперь и восточных. Ответ на вопрос он предельно простой. Та же самая эффективность, а конкретно деньги. То есть понятно дело, что любой вендор работает для того, чтобы заработать. Понятно дело, что любой заказчик этого вендора делает все для того, чтобы наоборот повысить свою эффективность, заплатить ему как можно меньше денег. А вот, собственно, именно поэтому на самом деле практически все крупные игроки серого рынка в ОСП-сообществе в той или иной степени не участвуют, но особенно широко про эту свою деятельность в рынок не говорят, потому что банально на традиционных, ну, тех самых красивых, стандартных типовых, где в названии ОСП зарабатывают больше. С точки зрения, может быть, не обязательно денег, но с точки зрения марганальности, конечно. При этом, что также важно отметить, ОСП это все-таки с одной стороны, и мы это видим по отчетам, аналитиков. Ну, в России тяжело судить рынок, посчитать в последнее время крайне сложно. В мировых масштабах на самом деле в ОСП на текущий момент по оценкам разных аналитиков это где-то от четверти до трети, смотря как считать, в штуках или в долларах, с гиперскейлерами или без гиперскейлеров, то есть это огромные объемы. Но с другой стороны, количество заказчиков в штуках, которые этим пользуются, ну, на порядке меньше, чем тех людей, которые покупают оборудование 19-дюймовое. Поэтому скорее ОСП это до сих пор в мировом масштабе, несмотря на свои гигантские объемы, нишевый рынок для не такого большого числа заказчиков, которые действительно ориентируются на построение крупной инфраструктуры. Эти заказчики в большинстве случаев знают, что им нужно, и с ОСП-вендорами напрямую и взаимодействуют. Либо, собственно говоря, многие заказчики сами являются производителями ОСП-решений. Хорошо. Ну, с буржуиней все более-менее понятно. А что у нас происходит с рынком ОСП в нашей матушке России? Могу ли я сейчас прийти и, соответственно, топом в ногой кому-нибудь скажу, а вот положите мне, получив по губам за неправильное использование русского языка еще отдельно, положите мне. Пожалуйста, ОСП-сервак, хочу я из них там себе стоечку смострячить, соответственно, чтобы жить и эффективность в своей работе поднимать. Тут, наверное, я немного тоже расскажу еще историю про то, что не все заказчики на самом деле в настоящий момент как бы к ОСП готовы, потому что инфраструктура, и я думаю, мы в дальнейшем коснемся этого вопроса, она все-таки значительно отличается. То есть инфраструктура дата-центра, в том числе инженерная, она под ОСП все-таки немного, немного отличается. Можно использовать ОСП-стойку в стандартном СОДе, но все-таки, если мы говорим про получение максимальной эффективности, то есть вот это про что говорят, как пуями мерится, то есть PUE, Power Usage Effectiveness, то есть если мы говорим про этот коэффициент, то все-таки для того, чтобы получить максимальную отдачу от применения ОСП-стойка, ОСП-оборудования, необходимо и поработать с инфраструктурой, в том числе вложиться, возможно, в новые модули, возможно, в новые СОДы и так далее. То есть тут вопрос во многом состоит в том, что клиент или заказчик, который хочет получить именно максимальную эффективность, он должен достаточно тщательно прорабатывать этот проект для того, чтобы те показатели, которые он как бы нафантазировал себе, он их в реальности получил. Это как бы очень серьезный такой ограничивающий фактор, наверное. То есть зачастую нет подключения свободных мощностей в регионах каких-то или же нет локаций, то есть нет возможности просто купить землю для строительства площадки. И еще один момент, конечно же, это то, что ОСП все-таки максимально раскрывается при реально больших объемах. То есть если мы говорим о том, что мы перестраиваем инфраструктуру, мы об этом уже сказали, то в том числе ОСП, оно как бы заставляет немного перестраивать и подход в эксплуатации. То есть накупить 10 разных ОСП-стоек от разных вендоров и отдать это в эксплуатацию, это будет прям такая боль на самом деле. Потому что в любом случае ОСП, как мы поговорили, это не какой-то жесткий стандарт, а такая концепция или подход. И каждый вендор немного по-разному решает ту или иную поставленную перед ним задачу инженерную, коммутации, допустим, стойки может быть по-разному, немного осуществлена, замены компонентов по-разному осуществляются, еще какие-то истории, которые будут влиять на ежедневную эксплуатацию в СОДе. То есть поэтому покупать именно как бы ОСП, если говорить там, прийти купить один сервер, ОСП, наверное, если нужен один сервер, надо идти в классические 19-дюймовые. А вот если нужно 100 стоек, то тогда уже стоит сходить, допустим, к вендорам, посмотреть на ОСП, посмотреть, как это эксплуатируется, как это деплоится в СОДе, представить цифры, которые можно получить при эксплуатации ежедневной, сколько там мы сможем утилизировать мощности, есть ли у нас эти подключения и так далее. И вот здесь уже, проанализировав и поняв, что мы там, да, объемами ставим, сотнями стоек, то здесь, ну, на мой взгляд, ОСП выигрывает, ну, начисто у стандартных 19-дюймовых серверов, ну, чисто из-за своего, как бы, конструктива. То есть, если мы представим стандартный подход, который происходит в СОДе каком-нибудь, где, колокейшн, необходимо задеплоить серверную стоечку, мы привезли саму стойку, нам нужно там две колодки питания, они также красиво упакованы, мы это все там распаковали, довезли, повесили, нам нужно там 40 или сколько там мы ставим машинок, они все красиво упакованы, нам надо все их красиво распаковать, если они не были куплены там в предсборе у дистриба, нам необходимо установить туда коммодитис, установить туда CPU, там плашки памяти, еще что-то, нам необходимо там накрутить салазки, установить это все в стойку, после чего провести коммутацию, после чего произвести какие-то, ну, скажем так, таблицы коммутации составить, бухгалтерские документы, какие подбить учетные, то есть, где у нас какой сервер, в какой конфигурации, чем подключены и так далее. OCP же позволяет нам достичь очень высокого уровня вот этого вот prefabrication, то есть, у нас, по сути дела, мы можем максимальное количество вот этой работы, которую вот мы сейчас обсудили, мы ее перекладываем просто в вендора OCP, то есть, нам приходит готовая стойка, которую наша задача просто задеплоить в дата-центре, найти ей локацию, ну, если мы внезапно решили изменить конфигурацию этого оборудования, поменять ее, и в целом, там, налить свитч, подключить питание, дать сеть этой стойке, и она будет работать. То есть, тут вопрос того, что не все заказчики, не все клиенты, не все там эксплуататоры правильно понимают, какие выгоды их ждут, то есть, ну, не все можно вот обсчитать именно быстро, очень без практического использования, то есть, вот на своей практике могу сказать, что это в десятки раз ускоряет диплоймент OCP, то есть, если говорить про скорость развертывания, про масштабируемость, про повторяемость, что также положительно сказывается, безусловно, на, в том числе, обучении персонала, то есть, если представить, когда заезжает 100 стоек одинаковых, то есть, ну, там, разные конфигурации, но одного вендора, допустим, оборудования, мы там забиваем несколько серверных этими стойками, ставим их, деплоим, быстро, все отлично, запускаем в работу, после этого служба эксплуатации достаточно быстро научится с этим железом работать, потому что нет, ну, так называемого зоопарка, то есть, мы имеем одинаковых, одинаковые с виду сервера, мы там, служба эксплуатации, быстро запоминает расположение слотов, дисков, памяти, еще каких-то там вещей, то есть, меньше инструкции, меньше нагрузок на персонал, соответственно, меньше ошибок, меньше вариантов, что пойдет инженер, что-то не то отключит, вынет не тот диск и так далее, то есть, здесь именно история про долгосрочную эксплуатацию и минимизацию ошибок, то же время, то есть, да, если говорить про инфраструктуру, то там, PUE, тот же самый, там, с OCP-решениями, там, достигает 1,1, если взять, там, классические COD-ы, ну, в целом, это не заслуга OCP, наверное, сколько заслуга, там, да, технологии фрикулинга, но если взять стандартные, там, COD-ы, там, 1,4, 1,6, PUE, то есть, соотношение полной мощности к полезной айтишной нагрузке, тут история про то, что в том числе OCP, так как в целом история, которая максимально эффективно использует воздух, мы еще уходим от такой истории, как покапы, собственно говоря, по охлаждению, то есть, если открыть статистику, за вот последние 5 лет, я специально подготовился, немного посмотрел, за последние 5 лет, в принципе, проценты отказа в критичных дата-центрах, они из-за системы охлаждения практически не снижаются, и они примерно составляют 15%, то есть, 15% отказов COD-ов, это отказ системы охлаждения, то есть, это что-то не так с кондиционерами, чиллерами, фанкойлами и так далее. Если мы говорим про OCP, стандартный, как бы для него COD, который мы говорим, фрикулинговый, то есть, где нет системы охлаждения, используется прямой воздушный фрикулинг, то тут мы получаем как раз историю про то, что у нас, по сути, нет фреоновых трасс, каких-то кондиционеров, которые могут выйти из строя, то есть, мы наиболее, используем наиболее надежные, как бы, системы просто вентиляции, то есть, наша задача просто подать необходимое количество воздухустойки, ну, что проще сделать, чем еще его охлаждать. Да, Андрей, спасибо большое, я бы, может быть, чуть-чуть даже развил мысль, то есть, с одной стороны, есть, как бы, и в наших российских реалиях, и в мировых, условно, классические, там, правильные, назовем их, потребители ОСП, это действительно те, кто строит крупные цоды и строит их сам, и, как правило, для себя, для самого, те, кто действительно ориентируется на технологию фрикулинг, и, с одной стороны, важный момент, это действительно то, что Андрей говорил про надежность этой системы, она просто проще, вот, и второй важный момент, на самом деле, это совокупная стоимость владения, потому что, когда мы говорим там про ПЮИ, там, 1.1 для ОСП, цены отработки данных, или там 1.5, 1.6, а иногда и там 2 с чем-то для традиционного, на самом деле, этот коэффициент, это те деньги, которые заказчик заплатит за электричество, по большому счету, вот, а если начинать, там, проводить, там, простейшую математику, сколько в итоге электричества у нас уйдет на то, чтобы питать систему охлаждения и кондиционирования, то, там, условно говоря, в пятилетней перспективе сумма действительно выходит очень и очень серьезной, поэтому классическом, в правильном, в кавычках, ОСП заказчики, как правило, используется фрикуринг, это позволяет эффективность обеспечить не только на уровне серого оборудования, но и на уровне отсюда в целом, вот, при этом, да, конечно, фрикуринг и ОСП это вещи немножко разные, но по практике они там практически всегда идут бок о бок, просто потому, что ОСП-шное железо существенно проще относится к более высоким температурам, оно там спокойно работает, как правило, в зависимости от вендора при 38, при 40 градусов Цельсия на входе, вот, важный момент, опять же, что у ОСП-шного оборудования все адаптеры находятся, как правило, с передней стороны, то есть, охлаждаются воздухом непосредственно из холодного коридора, а не сзади, как в традиционном 19-дюймовом сервере, а вот именно на уровне адаптеров во многих случаях есть проблемы с частью перегрева. Вот поэтому, как правило, еще раз повторюсь, ОСП и фрикуллинг идут рядом, бок о бок, если заказчики смотрят в состоянии фрикуллинговых цов, то, как правило, ОСП-технология то, что они рассматривают в первую очередь. Вот, но я хотел бы немножко расширить, может быть, историю про потенциальных ОСП-заказчиков, не только поговорив про классических и правильных, но и про то, что мы реально сейчас видим и в российских реалиях, и на самом деле то, что видим мы там в некоторых других странах в мировом масштабе. Вот, в российских реалиях, о чем я говорю, о том, что сейчас достаточно много заказчиков из самых разных индустрий начинают, то, что начинают вынуждены смотреть в сторону взаимого импортозамещенного стека, там, можете назвать это как хотите, а для того, чтобы иметь возможность там, либо предъявить государственным органам, либо там своему начальству, либо просто для себя понять, что да, когда там жахнет соответствующие директивы, у нас есть импортозамещенное железо, у нас есть импортозамещенное системное, прикладное программное обеспечение, мы сможем на этом стеке существовать с точки зрения и критической инфраструктуры, и там, в дальнейшем все остальное тоже. Вот, и сейчас заказчики, в общем, смотрят достаточно активно в построение иногда небольших, иногда там относительно небольших инфраструктур на базе нового российского, естественно, программного обеспечения и на базе российского аппаратного обеспечения, и раз уж они смотрят на что-то новое, они там достаточно часто позитивно смотрят и в сторону ОСП решений, для того, чтобы использовать это в своих так называемых пилотных зонах, пилотных проектах, понимая, что мы будем делать дальше, куда мы дальше будем двигаться с учетом очевидной необходимости когда-то смигрировать на российское программное обеспечение, на российское железо, почему бы заодно и не посмотреть на новые перспективные технологии в части форм-фактора сервного оборудования. И это мы видим как в России, так и на самом деле в мировом масштабе, как это ни странно, мы как вендор со статусом OCP solution provider мы просто автоматически находимся на сайте OCP и к нам регулярно приходят запросы из какой-нибудь Турции, из Ближнего Востока, из Африки, из Южной Америки с словами ребята, мы очень хотим обезопасить себя возможных санкционных или прочих рисков, давайте с вами поработаем с точки зрения того, чтобы не на базе каких-то американских или прочих западных вендоров строить инфраструктуру. Честно скажу, пока это особо никуда не приходит, потому что есть там понятные логистические и законодательные проблемы с тем, чтобы оборудование поставлять наружу, но тем не менее на уровне спроса даже в мировом масштабе он есть и эта история достаточно заметна. Вот. И еще один интересный момент, который в меньшей степени технологический, мы в российских условиях в ряде заказчиков, которые сильно формализовано и оторвано от реальности, если позволите формулировку процедуры закупки, видим раз за разом одну и ту же головную боль. То есть IT-подразделение хочет купить новое сервисное оборудование, предположим, 12-дюймовое. Отдел закупок у них получает нужные спецификации, кем-то образом их обезличивает, объявляет конкурс и выжимает всех возможных пришедших вендоров для того, чтобы получить самые интересные условия. это хорошо работало и работает в условно цивилизованных рынках, каковым мы в принципе являлись два с половиной года назад. Сейчас ситуация у нас в целом сильно усложнилась, потому что западных, да и в общем и восточных вендоров напрямую практически нет. И очень многие участники рынка просто везут из китайских фабрик неизвестно что, наклеивая неизвестно какие там лейблы. и вот сплошь и рядом, не поверите, это не анекдот, ситуация, когда большая компания сделала большую закупку серного оборудования, а в результате приехало непонятно что с непонятно какими логотипами, с понятными характеристиками, и это очень долго, очень болезненно запускается, внедряется, практически никак не обслуживается. Это вот реально сейчас в российских условиях для огромного числа заказчиков, как государственных, как и корпоративных там является болью. Поэтому даже не на уровне техники, а просто на уровне того, что OCP вендоров в российских реалиях достаточно мало, с ними со всеми можно познакомиться, понять, как они работают, убедиться, что все понятно, работоспособно, а мы действительно видим запросы достаточно странные на первый взгляд, но тем не менее, когда отделу IT-инфраструктуры в компании в какой-то проще запросить у своего отдела закупок технологии OCP, просто потому, что он понимает, что за вендор к нему придет, он может каким-то образом предсказать, что он сможет с этим оборудованием нормально жить в части эксплуатации, в части внедрения, в части поддержки. Вот это никакого отношения как правило к технике не имеет, но вот такой вот интересный нюанс мы тоже в российских реалиях наблюдаем. Ну, мне кажется, на самом деле, тут техника тоже достаточно важна, потому что, ну, вот тот же самый ты отмечал в начале разговора про то, что там мезонинный, например, разъем, который OCP 2.0 под сетевые карты, под дефолт, он в целом многим понравился, а потом появился, допустим, OCP 3.0, разъем тот же самый под сетевки. Он очень удобный, и он стал появляться, мне кажется, массово в предложениях у вендоров, у различных, и мне кажется, интеграция как раз-таки классической инфраструктуры, вот эта вот коллаборация, точнее, классической инфраструктуры с OCP инфраструктурой, она в какой-то мере становится все ближе и ближе, все проще и проще, потому что, если первые там вот найти фотографии тех же серверов там, Facebook'а и так далее, ну, там сервер, наверное, не все угадают, а сейчас достаточно много именно вот этих происходит вещей, которые, когда можно применять одни и те же компоненты в СОДе, то есть, когда вот эту инфраструктуру можно как бы немного раздвоить, как бы, то есть, ты можешь спокойно эксплуатировать и OCP, и 19-дюймовые сервера, при этом не сильно париться там по резерам, по каким-то там кастомным вещам, и в целом, я считаю, что это тоже все-таки техника OCP, она, скажем так, за годы стала сильно юзер-френдли. Ну, вендоры не были бы вендорами, если бы вот OCP 3.0 разъем на Lenovo, и OCP разъем 3.0 на Dell, туда вставляются немножко разные карточки, вот я, как пользователь того и другого, могу сказать, что там далеко не всегда можно одну и ту же карточку вставить и в Dell, и в Lenovo, потому что у них там, да, OCP 3.0, да, он как бы стандартизирован, но вот здесь вот винтик не в том месте, а вот здесь вот там тот самый вырез на карточке специальной есть, и вот здесь, и в итоге получается, что как бы, да, разъем как бы OCP-шный, но в EnderLock. Можно тут, мне кажется, немного всегда поиграться, то есть понятно, в EnderLock, они там так и иначе... Поиграться, в смысле на пилингах? Нет, я имею в виду, именно в подборе вот этой инфраструктуры можно поиграться, то есть можно немного выбирать то, что, мне кажется, тебе удобно. То есть тут вопрос, если у тебя уже, допустим, есть OCP, можно, я думаю, найти предложение на рынке, которое будет там на очень высокий процент по там ключевым каким-то показателям, которые тебе важны, будет унифицировано с тем же самыми девятнашками, там чьими-то. Или обратная история, если ты там рассматриваешь, ну, как заказчик покупку там какого-то тестового, да, там, кластера OCP, можно посмотреть в то, или там, да, обойти вендоров, как Евгений говорит, не так их много, и найти то, что уже, например, будет наиболее совместимо, наиболее удобно тебе к имеющемуся парку оборудования. То есть, понятно, вендор локи есть, но в любом случае, мне кажется, ситуация за последние годы сильно улучшается. А вот в целом совместимость OCP-шных железок и коммодити, она насколько там есть, нету, то есть, условно, там, по памяти процентов, скорее всего, то же самое, вот там, весь обвес, там, рейзеры, все, что туда вставляются. Ну, смотрите, здесь возможны варианты, то есть, в зависимости о каком уровне совместимости мы говорим, давайте начнем с центра обработки данных. Опять же, вот все, наверное, что я буду говорить дальше, относится скорее не к тем самым классическим, правильным OCP-заказчикам, да, вот к тем, кто там, только смотрит в эту сторону, кто каким-то образом предсказуемость повышает и так далее. То есть, во-первых, мы сплошь и рядом видим, что в традиционных, обычных, даже поживших у наследных центров работки данных ничто не мешает поставить OCP-шкаф рядом с традиционными 19-дюймовыми или даже между ними. Вот, потому что шкаф по внешним размерам те же самые 600 миллиметров, он питается, как правило, из тех же самых типовых подключений со стороны ЦОДа, как правило, 32 ампера, три фазы, там, могут быть любые другие варианты. Опять же, у разных OCP-вендоров есть возможность разно организовать подключение к своей инфраструктуре. Вот, и точно так же охлаждается спереди-назад, то есть, да, в традиционной устаревшей ЦОД, в кавычках, где там, расчетное теплоотведение от шкафа, там, условные, там, 5-7-10 киловатт, что мы видим с пошли рядом, ничто не мешает поставить OCP-шкаф, да, он будет там забить наполовину, может быть, даже меньше, но работать будет, и даже при этом будет обеспечивать свою, хоть и небольшую, в этих условиях, но все-таки энергоэффективная за счет консолидированного питания, оптимизированного охлаждения. Вот, поэтому на уровне ЦОДов, в принципе, ничто не мешает, вот, там, традиционный ЦОД с кондиционерами, с охлаждением из-под фальшпола спокойно поставить OCP-шкаф рядом, никаких там проблем нет. Если идти дальше в глубину, то, опять же, внутрь OCP-шкафа 21-дюймового ничто не мешает поставить, как правило, 19-дюймовое оборудование, будь то коммутаторы, что мы видим очень часто, или будь то какие-нибудь традиционные, там, классические системы Хэня, что крайне редко, но тоже видим, вот, делается достаточно просто, 21-дюймовое больше, чем 19, поэтому с применением дополнительных так называемых адаптеров, полиполог, можно совершенно спокойно 19-дюймовое оборудование в 21-дюймовом шкафу 8-пишном разместить. Вот, если углубляться дальше, то на уровне процессоров, памяти, там, правильно, совершенно, там, все примерно одно и то же, точно одно и то же, вот, на уровне дисков, там, каких-нибудь ствердотельных накопителей, крутящихся, может быть, дисков, м2 карточек и так далее и тому подобное, все ровно то же самое. С точки зрения PCI-адаптеров, в подавляющем большинстве случаев тоже OCP-вендоры используют обычные стандартные PCI-разъемы, в подавляющем случае, это, конечно, решение форм-фактора Half-Height, Half-Link, то есть HHL, и, собственно говоря, ориентированы на использование обычных, стандартных, типовых адаптеров с типовыми чипами, там, отдержи, там, Intel, Broadcom, Melanox, Logic, Emulex и так далее. А здесь мы возвращаемся к одной из ключевых идей OCP, там, те самые принципы, с которых мы с самого начала начинали, это открытость и вендор независимость. То есть OCP-шный вендор, как правило, никаких специфических прошивок не будет делать на адаптере, который он вставляет в свои серии, он не будет делать каких-то специфических салазок, которые там нигде днем с огнем не сыщешь, если нужно будет диск поставить купленный на рынке. OCP-вендор, как правило, всегда ориентируется на использование стандартных чипов, стандартных микрокодов на уровне компонентов и, как следствие, стандартных драйверов для операционных систем, чтобы никаких вопросов не было с тем, чтобы любое программное обеспечение ориентировано на x86-ую архитектуру и стандартные чипы, стандартные драйверы спокойно, без вопросов завелось. И второй здесь важный момент, это не только совместимость с типовым железом и с типовым в том числе и совместимость с другим OCP-оборудованием. В принципе, во многих случаях, во многих решениях можно условно в шасси серверное, произведенное одним вендором, поставить сервер, произведенный другим вендором. На уровне размеров, разъемов, есть стандартные, которые показатели соответствуют. Сразу говорю, так происходит не всегда, то есть, понятное дело, что не всегда в шасси одного вендора можно вставить сервер другого, это скорее исключение, но тем не менее такие случаи есть. На уровне компонентов, на уровне шкафов практически все вендоры исходят из стандартных припугленных спецификаций и обеспечивают совместимость с другими OCP-шными вендорами, ну и как мы уже проговорили, с компонентной базой и с возможностью на уровне шкафа, сода, а с традиционными 19-дюймовыми решениями тоже в одной инфраструктуре сочетаться. У меня вопрос, а почему увеличили стойку-то, или это как с российской железной за дорогой, с чем им 19-то было плохо? Ну, основная тут история, он же OCP-юнит, он и шире, на самом деле, и выше, то есть, он 21 дюйм, и он стандартного юнита, он на 4 миллиметра выше, то есть, основная история здесь была как раз таки про охлаждение, охлаждение и удобство обслуживания, то есть, для того, чтобы максимально просто было это дело обслуживать, то есть, OCP-и это, в принципе, пропаганда максимальная без инструментального обслуживания, то есть, диски меняются без применения, там, условно говоря, отвертки, шуруповерт или еще чего-то, то есть, зажимные салазки и так далее, то есть, сервер должен быть достаточно легкий, при этом хорошо охлаждаться и легко обслуживаться, в этом здорово помогает как раз таки увеличенный габарит его, ну и плюс за счет того, что конструктивно, если мы возьмем стандартный шкаф 19-дюймовый, зайдем в горячий коридор сода, мы увидим, что у нас вся коммутация выполнена сзади, то есть, у нас там находится и питание, и менеджмент сеть, и дата сеть, то на OCP, как правило, питание у нас в шине, IPMI может быть, то есть менеджмент находиться сзади, а спереди только дата сеть, то есть мы можем как бы максимально эффективно еще задействовать ширину шкафа, то есть на самом деле 600-й шкаф, он в OCP достаточно удобный в обслуживании, за счет того, что разнесена вот эта вот коммутация менеджмент и дата сетей, она разнесена по разным сторонам шкафа, так как нам каждый день, например, не нужно таскать, там, отключать IPMI менеджмент, мы можем просто для замены памяти вынуть дата линк и достать сервер, поменять память. Если говорить про 19-ку, у нас все это сзади, уже в 600-м шкафу, на самом деле, по опыту эксплуатации не всегда удобно все это разместить, и опять же вопрос про охлаждение, то есть чем больше воздуха мы можем прогнать через сервер, тем эффективнее мы можем снять с него тепло. Я, может быть, чуть-чуть добавлю, все на самом деле крайне просто, то есть 600-миллиметровый шкаф снаружи означает, что когда у нас 19 метров внутри расстояния между монтажными, 12 дюймов, прошу прощения, внутри расстояния между монтажными направляющими, это означает, что у нас достаточно много места, условно, пропадает слева и справа внутри шкафа для того, чтобы там таскать эти пучки кабелей, ну, либо для того, чтобы оно просто пропадало. Поэтому, по сути, 21 дюйм это то, что остается в шкафу, если мы максимально используем его внешнюю ширину 600 миллиметров, то есть, по сути, 600 миллиметров взяли, раздвинули максимально внутри этих 600 миллиметров монтажных направляющих, получили примерно 21 дюйм. Соответственно, больше расстояния, больше, значит, можно воздуха прокачать через оборудование, более эффективно его охладить, больше оборудования можно поставить в тот же самый шкаф, соответственно, более эффективно выстроить центр обработки данных. Все-таки 19 или 21 дюйм, это 10%, это на 10% больше воздуха, на 10% больше улучшительной мощности, это очень важно. А мотать кабели спереди-назад в большинстве ОСП решений смысла никакого нет, потому что львиная доля, вендоров, в принципе, все подключение, все обслуживание делает только с передней стороны и на уровне сетевых интерфейсов, на уровне менедом интерфейсов и так далее, а там в задний горячий коридор, как правило, в принципе, заходить незачем не ну. Вот, именно поэтому идея простая, давайте не будем вот это вот место в 19-дюймом шкафу, которое остается слева и справа, просто выбрасывать, давайте его максимально эффективно использовать для того, чтобы больше размещать железо, более эффективно его охлаждать. L-логика. Хорошо, у меня тогда следующий вопрос. Вот я небольшая компания, которая вдруг неожиданно поняла, что ей нужно условно купить одна-две стойки оборудования, вот, и я прихожу там к нашим западным не партнерам каким-то образом и к УСП, и там и там я могу купить по стойке, соответственно, оборудование, которое будет собрано в стойку, которое она будет, соответственно, в первом случае это будет вендор целиком полностью там задизайнил всю эту историю, у меня приедет прям шкаф, мне его поставят, я его подключу, у меня будет работать. Соответственно, я приду к УСП-шному вендору, мне это все поставят, я его подключу, достаточно быстро все запущу. Вопрос, в чем разница? Ну, начнем с того, что к американскому вендору в текущих условиях скорее всего напрямую не придешь. То есть железо тебе, может быть, там, западного или восточного вендора привезут, но по каналам там, либо параллельного, либо серого импорта со всеми вытекающими в части, там, поддержки, в части ответственности страны предприятия за происходить. А мы в Казахстане живем, мне привезут. А, не вопрос. Нет, ну, это как бы абстракция. Я сейчас говорю о том, что я понимаю, что в текущих реалиях именно для России есть, там, ну, определенные ограничения, но я реально просто хочу понять, ну, при выборе, если у меня есть возможность купить у какого-то там вендора прям готовую стойку, где он прям все это продумал, как поставить серваки, как поставить там сходехи, как все это собрать, как красиво проводочки собрать в пучочек, все, у меня это вывел. Условно, я прихожу там, втыкаю фазу, втыкаю там с этого top of rack switch куда-нибудь в себе, и у меня прям стойка замигала, да, и я прихожу к OCP-шному права вендору, и в принципе я понимаю, что из рассказа, что это примерно то же самое, но вот как там, да, вот хочется понять, а где же меня налюбят-то больше, в OCP или у вендора? Смотри, здесь на что хотелось обратить внимание, то, о чем мы говорили, OCP, конечно, бай-дизайн придумано для тех, кто покупает много, для тех, кто в идеале строит и свои центры работы данных именно в больших масштабах, вся экономика, вся эффективность наилучшим образом раскрывается. Вот если мы им про сценарий там с двумя шкафами, то на самом деле здесь, конечно, все сильно сложнее, вот потому что, ну, условно, ты совершенно прав, что там, условно, приличный вендор может тебе продать и собранный шкаф с серверами, с коммутаторами, с проводами и так далее. Здесь разница, наверное, там, менее заметная, менее очевидная, может быть, выражена в нескольких направлениях. То есть, во-первых, плотность, опять же, все зависит от того, там, с каким вендором ты работаешь, что-то у него покупаешь, но из того, что мы видим, как правило, если, как правило, если, то речь идет про двухюнитовое 19-дюймовое оборудование, потому что с ним проще с точки зрения охлаждения, потому что с ним проще с точки зрения расширения, оси пишное оборудование, как правило, сильно плотнее, позволяет тебе в один шкаф разместить иногда там 36, иногда там 40, иногда там и 51, сервер, совершенно спокойно. Вот, понятное дело, что тут же встанут вопросы, а могу ли я все это хозяйство охладить в моем центре водки данного, где у меня есть только два, свободно, стойка места. И здесь, собственно говоря, тоже важный момент в пользу OCP, за счет той самой консолидированной шины питания, за счет консолидированной системы питания блоков, которых меньше, которые более мощные, работают в более эффективном диапазоне, мы существенно оптимизируем электричество, и, что немаловажно, за счет консолидированной системы охлаждения, оптимизированной и централизованной, мы тоже затраты на охлаждение оптимизируем. Это не гигантские какие-то там проценты, но, тем не менее, достаточно заметные для того, чтобы, например, в рамках того же самого энергобюджета, там ограничено в нашем старом несчастном СОДе, фантазируя 10 киловаттами, там условно вместо... Извини, пожалуйста, мы тут с Антоном недавно записывали две серии выпусков про СОДов, и когда ты мне говоришь про, ну, там старый СОДик средненький, который там позволяет со стойкой снять 10 киловатт, пардон, у меня в вьетнамские флешбеки начинаются. Да, я тоже с этим согласен, что как бы у меня забавно это слышать, при условии, что мы два подкаста говорили, что, в общем, 5 киловатт — это наше все. Ну, при текущем уровне энергопотребления на процессорах, на графических адаптерах и так далее, мы с вами понимаем, что 5 киловатт означает, что шкафы будут стоять совершенно пустые. Андрей, вот все так, они стоят полупустые, и это все еще 5 киловатт. Да, я прекрасно понимаю, и даже если говорить про 5-киловаттный СОД, опять же, в случае оси Пишина в более плотном оборудовании он будет еще более пустой, но при этом оборудование разместить можно будет больше, и в эти несчастные 5 киловатт разместить больше полезной на Русске, просто потому что эффективность этой полезной на Русске, ну, процентов среднего на 10 будет выше. Вот, при этом отдельно хочу отметить, что мы вот видим сейчас достаточно большой по рынку пошел процесс открытия новых СОДов, и там 18 киловатт на шкаф уже не настолько большая редкость, и там, опять же, видно, что новые центры работы данных там планируются, и, опять же, многие заказчики из самых разных индустрий, которые там думают про свои собственные СОДы, с самого начала начинают там закладывать и серьезно продумывать вопросы, связанные с фрикурингом, то, что позволяет там существенную эффективность повысить то, о чем мы говорили ранее. Вот, собственно, возвращаясь к идее, чем два шкафа ОСП лучше, чем два шкафа 19 дюймов, там про плотность, про энергоэффективность там были понятны, второй достаточно интересный и для многих важный момент, эта история связана с обслуживаемостью, потому что форм-фактор ОСП, как правило, подразумевает использование модульных серверов, которые в чем-то напоминают блейды, которые там легко и просто устанавливаются, легко и просто подключаются, отключаются, вынимаются и так далее. Все существенно проще, существенно быстрее, существенно с меньшими рисками, меньшими трудностями, чем в случае с 19-мом оборудованием. Все подключения только спереди с точки зрения коммутации, вообще никаких подключений с точки зрения питания, потому что шина питания консолидированная на уровне шкафа идет сверху доли. Вот, поэтому с точки зрения труда, затрат, рисков и времени, которые у нас уходят на то, чтобы все это запустить, все это обслужить, разница как бы тоже заметна. Понятное дело, что на уровне двух шкафов, может быть она там не такая критичная, но тем не менее это те вещи, которые для многих заказчиков важны. И что еще немаловажно, ну опять же, зависит от того самого гипотетического заказчика, который мы говорим, про тебя в данном случае, это как раз история про вендор лог и насколько ты хочешь от этого уйти или не уйти, потому что с большой вероятностью, если мы говорим про условно приличного американского вендора, у тебя будет оборудование со специфическими прошивками на стандартных, казалось бы, компонентах, скорее всего, специфический RAID-контроллер, скорее всего, специфический интерфейс удаленного управления с точки зрения и чипа, и специфики в API, специфические салазки для дисков, специфические драйверы и так далее и тому подобное. Ты, в принципе, работать с этим, конечно, сможешь эффективно. Вот если вдруг тебе надо будет что-то переделать от чего-то и уйти, это вопросы. ОСИПИ в этом смысле все предельно стандартизовано, как мы уже обсуждали, без каких-то завязок на вендоры, как правило. Опять же, истории, когда есть большое красивое западное оборудование, купленное в свое время за очень большие деньги, у него, вот сейчас не шучу, реально ломается блок питания, и найти его невозможно, кроме как через обходные каналы со сроком доставки нескольких месяцев. Еще раз говорю, не шутка, это реальный кейс. Вот это действительно для бизнеса большие риски. Но, конечно, все зависит от того, где ты находишься, какие риски для тебя важны и так далее. И, конечно, в ОСИПИ на текущий момент нет каких-то амбиций полностью заменить везде 19-дюймовое оборудование. Для каких-то случаев 19-дюймов, конечно, подходит лучше. И особенно, если мы говорим про 1-2 сервера, про цоды, где уже стоят 19-дюймовые шкафы. Никуда мы от 19-дюймового оборудования целиком в ближайшее время, конечно, не денег. Вот смотри, ты говоришь про вендор-лог, но, допустим, вот тот же вендор, он, как правило, без проблем дает саппорт вплоть до 4-часовой реакции. Вся большая тройка, как минимум, да, они все предоставляют саппорт с разным уровнем SLA под твой кошелек. Второй момент, что если у меня сломался сервер популярного вендора, я иду, не знаю, на eBay, Авито, у кого что работает, да, либо почти в любую лавку и говорю, ребята, дайте мне там, не знаю, а салазки под сервер марки Dell, HP, там, Lenovo, что угодно. Скорее всего, на складе это будет, там, либо где-то на местном складе, либо на региональном. Ну, то есть я просто к тому, что вот там вендор-лог, он оборачивается в том числе и тем, что у тебя этих вендорских запчастей, да, они разные, но их вот прям в любом магазине. А вот с точки зрения ОКП, ОСП, насколько вендоры ОСП-шные готовы давать SLA с, там, ремонтом и гарантированной заменой, там, в срок N часов, и насколько легко заменить тот самый блок питания даже, допустим, в Казахстане. Да, вот у меня там сдох один из ОСП-шных блоков питания, там, вот в случае вендора я иду на eBay, если мне нужно быстро, да, а в случае, вот, ОСП мне, как, насколько быстро и насколько реалистично это быстро получить. Смотри, во-первых, когда ты в самом начале сказал про большую тройку вендоров, я почему-то подумал про большую тройку российских ОСП-производителей. Вот, собственно говоря, возвращаясь к твоим комментариям, на самом деле, вот, принципиально разные истории между, там, условно, в кавычках, и благополучном Казахстаном, и, там, текущей ситуации в России, как раз то, что мы видим в реальности, и саппорт, и возможности, там, быстро, легко купить запчасти для западных вендоров, вот сейчас это реально большая проблема, которая стоит, вот, в российских реалиях очень многих заказчиков. В Казахстане, да, понятно, с этим делом все в порядке. А вот, возвращаясь к прямому вопросу, да, ОСП-шные вендоры российские готовы оказывать саппорт, в том числе и с четырехчасовой реакцией, в том числе и 24 на 7, в том числе и с гарантированием времени восстановления. А если мы про российских ОСП-вендоров, про нас в частности, то мы, поскольку сами все это делаем, мы отлично знаем, как это все работает, мы при необходимости легко и просто подключаем разработчиков, которые, вот, они здесь рядом, там, сейчас буквально от меня в соседней комнате, и их можно попросить оперативно локализовать, проблему ее исправить, выпустить заплатки у нас, там, подобных кейсов достаточно много, нам не нужно куда-то там эскалировать, там, условно, там, Palaito, San Jose, Engine, еще куда-нибудь, вот они здесь, вот они мы рядом готовы помогать. И, опять же, с точки зрения тех же самых компонентов, будь то блоки питания, я не знаю, там, RAID-контроллер или хостбассодат, стил-интерфейсы, все типовое, все стандартное, там, пожалуйста, либо ты обращайся в сервисную поддержку вендора, там, либо, если ты хочешь, можешь купить это, там, на том же самом, и мы, или еще где-нибудь, вот. И отдельно, наверное, могу также покомментировать, что вот по моей практике, здесь, наверное, Андрей со своей стороны что-то добавит, может быть, скорректирует, из того, что вот мы видим, история с саппортом крайне важна для, там, интерпрайз-заказчиков, для, там, государственного сектора и так далее. Люди, которые строят действительно огромные цены, они, как правило, особо про сервис со стороны производителя не задумываются. Почему? Потому что это, как бы, всегда деньги, которые ты кому-то отдаешь гораздо проще на таких масштабах организовать это самостоятельно, а вот просто на те же самые бюджеты купить больше железа и, как бы, спокойно его, там, каннибализировать в случае, если что-то пойдет не так. Поэтому вот с крупными классическими ОСП-заказчиками мы, как правило, большого интереса к энтерпрайз-саппорту и не видим. Андрей, прокомментируешь со своей стороны? Я, со своей стороны, хотел бы сказать, что, на самом деле, почему купить две стойки ОСП и не купить две стойки, там, 19-ка, да? Прежде всего, как раз-таки, меньше узлов критических, которые могут отказать, это самый классический, это блок питания. То есть блоков питания просто ОСП меньше, за счет этого меньше просто математическая вероятность, что какой-то из них выйдет из строя, какой-то из серверов потухнет. То есть резервирование внутри стойки ОСП есть, как правило, у всех оно есть. Вот. Это первый момент. То есть это будет просто надежнее. И да, действительно, если взять классического там заказчика ОСП, там, эксплуатанта крупного, у него есть парк запчастей, там, замена этого блока питания, она намного быстрее произойдет, чем у того же самого какого-то из одного из зоопарка 19-дюймовых серверов. Потому что и линейки меняются, и там, вендора скорее другого купим, наверное. То есть, а так как ОСП все-таки массово покупается, то за счет этого как бы парк запчастей у нас будет, скорее всего, на месте. И второй момент про то, что уже договорили, это про охлаждение. То есть то же самое ОСП стойка будет надежнее. То есть критический отказ охлаждения, такое бывает в СОДах. Там, ну, далеко ходить не надо их, там, можно нагуглить эти истории, как там крыло от самолета, условно говоря, попало там в чиллер на крыше, и все там, охлаждение, модуль встало. То есть здесь, опять же, ОСП однозначно выиграет. То есть если мы дадим стойкам приток воздуха ОСПшным, то, скорее всего, они не перегреются. Да, не перегреются адаптеры, которые, как мы поговорили, находятся на лицевой части со стороны холодного коридора. Там не перегреются, допустим, там NVMe диски, которые также у нас там все с лица стоят и так далее. То есть ОСП здесь себя покажет более надежным, просто в эксплуатации элементом и все. То есть в обслуживании также, если взять замену памяти, там, следующая по популярности операция в дата-центре после замены диска. То есть замена диска на ОСП стойках там всех практически вандеров, всех там поколений, она безинструментальная, это быстро, очень быстро. Замена памяти, мы когда-то считали, на самом деле, она получается там в три раза быстрее, чем менять память на 19-дюймовом сервере. То есть потому что 19-дюймовым сервером ты сходил в горячий коридор, отключил всю коммутацию, надо еще не перепутать машинку, там, подсветить ее айдишничком из холодного коридора, потом сходить в горячий, все отключить, потом достать, поменять, вернуть обратно. Понятно, есть там салазки полного выдвижения, когда там все супер, но тут другой момент, тоже скорость, там, замены на них, даже на салазках полного выдвижения, все равно там значительно выше. То есть в эксплуатации именно ОСП, на мой взгляд, если говорить про большие цоды, ОСП будет выигрывать за счет более высокой надежности и за счет более высокой скорости обслуживания, выполнения базовых, там, каждодневных операций. Ну, хорошо, вот, ну, мы все время оперируем фразами, много, большой, количество, пуя, меряемся тут всяким разным. Ну, вот у меня такой прозаичный земной вопрос. А вот много это сколько? Сколько вешать в граммах? Две стоечки, три стоечки, два дата-центра? Нет, с дата-центрами понятно, один дата-центр, это уже прям нормально для ОСП. А вот где та грань, с которой можно уже там в цифериках для людей, не адептов продукта, начать объяснять о том, что, ребят, смотрите, как бы мы, может, и ввязываемся в какую-то не очень понятную историю, которую вы почему-то называете булудняком, да, а вот есть экономическая эффективность, потому что, условно, там, сервер мы, там, не полчаса будем память менять, а 10 минут, быстрее все восстановится. Вот есть какие-то исследования по этому поводу? Или это так, пол, палец, потолок? Ну, вот, опять же, по опыту, по опыту, получилось так, что фактически, когда скорость монтажа, там, достигла 150, там, систем в день, ну, то есть 150 серверов, там, начали искать уже пути по ускорению этого процесса, то есть это вот блейды, и постепенно пошел уклон в сторону ОСП. То есть если есть форекаст, как бы, на рост серьезный, то здесь, ну, необходимо как раз садиться и считать, то есть конкретно сколько будет занимать задеплоить такое количество машинок, потом их обслуживать, какое нам нужно под это охлаждение, если уже это охлаждение есть, сколько людей мы тратим, сколько, как бы, ну, не людей, а сколько денег мы тратим на поддержание, там, обслуживание этого охлаждения и так далее. То есть тут, на самом деле, наверное, ситуация, сколько денежек, смотря у кого. Не, ну, смотри, вот, допустим, у меня есть, там, не знаю, проект, там, не знаю, интернет-магазин, там, Marketplace, что угодно. Я покупаю, там, сейчас какое-то количество машин, ну, например, там, тысячу единиц в месяц, там, для ровного счета. На каком этапе мне можно приходить к Финдиру и сказать, что, вот, чувак, есть OCP, вот, если мы будем покупать, там, тысячу систем OCP в месяц, да, то у нас там уже наступит экономия. Ну, вы же, там, так или иначе с вендорами связаны, вы же, наверное, конкурентный анализ, не знаю, проводили для своих заказчиков. Ну, смотри, если ты говоришь про тысячу серов в месяц, то, очевидно, это тот масштаб, на котором OCP для тебя интересен. А с точки зрения, там, историй с TCO, которые мы заказчикам, там, как правило, пока не только показы мы считаем вместе с ними, потому что, ну, там, скажем прямо, в TCO модель, которую показывает вендор, никто никогда не верит, вот, до тех пор, пока, там, сам заказчик не может понять, там, что стоит за математикой, и пока сам заказчик не может, там, пооперировать, покорректировать какие-то входные данные, допущения, и так далее, что для него важно, что не важно, что, сколько стоит, сколько времени, там, денег он тратит на терянные аспекты функционирования цодом. Вот, соответственно, если речь идет про возможность построения, там, цодика или, там, Машзальчика с фрикулингом, то там экономика, как бы, там, всегда практически складывается, там, очень интересно в сторону OCP и фрикулинга, и это, там, доказывается в цифрах, там, очень быстро, по сути, целиком за счет электричества, да, там, можно говорить еще про плотность, про энергоэффективность, там, да, это, там, какие-то, там, десятки процентов, но, вот, та самая разница в пуле, там, 1,1 или 1,6, это, на самом деле, огромные деньги именно за электричество, которое ты, как заказчик, заплатишь энергосинтем. Вот, если мы говорим про цоды, там, более-менее классические, устаревшие, как мы раньше обсуждали, на 10 киловатт, шучу, ну, или на 5, то там с математикой, конечно, там, не настолько все очевидно и просто, вот, в, там, наших калькуляторах, в нашей, там, работе с заказчиками до этого мы, там, много разных нюансов учитывали, связанных и с плотностью, то есть, когти, по сути, надо будет использовать стойко-мест и платить за них либо аренду, либо, там, тратить каким-то образом деньги на стройку центра работки данных, который, как правило, считается все равно приведенной к стойко-месту. Вот, эта история, связанная с эффективностью системы энергопотребления теплоотвода, это тоже считается все достаточно просто. Сложнее считается, конечно, все, что связано с затратами людей, там, времени и так далее, потому что, ну, там, многие заказчиков считают, что, там, люди у нас бесплатные, их время тоже особо ничего не стоит, вот, но, тем не менее, там, действительно, многие заказчики понимают, что это время не просто на, там, зарплату человека, это время на то, когда у тебя, там, твой продукт, ради которого ты купил эту инфраструктуру, он реально выйдет на рынок и начнет тебе инвестиции возвращать. Когда он понимает, что время на обслуживание – это не просто зарплата твоего, там, инженера, это, извините, время простое твоей системы, которая, там, во многих случаях может стоить очень и очень дорого. Поэтому, в целом, там, истории, когда, там, посидев совместно с заказчиком или с партнером, там, над сложным, замудренным TCO-калькулятором, там, не исключив из него лишнее и, там, поднастроив актуальное, таких историй достаточно много, вот. Но, конечно, все эти истории начинают быть, там, оправданы, когда мы говорим, ну, хотя бы про несколько стоек с оборудованием, потому что, ну, на одном шкафу, там, с киловаттами электроэнергии все эти оптимизации по, там, плотности, энергоэффективности, там, человек в часах, ну, конечно, их никто не заметил. Очень красиво, очень обстоятельно, но, блин, ни одной цифры. Вот всегда любил людей, как бы, связанных с продажами. Вот пока за нежное место не возьмешь и не сожмешь, ни одной цифры не выдавишь. Ну, вот смотри, давай, цифру такую назову, там, бодрый инженер дата-центра один соберет одну 19-дюймовую стойку за день, с нуля, там, распакует и соберет. Если предположить, что взять того же самого бодрого инженера из дата-центра, то он сможет задеплоить, там, десяток ОСП-стойк, если говорить, например, про цифры и скорость развертывания. Да, но в моем понимании скорость развертывания – это история как раз про гиперскейлеров. И мы здесь и говорим, что они являются родоначальниками всей этой движухи. Там, в общем-то, абсолютно это оправдано, что у тебя, как там, Facebook, я не могу отдать пользователю быстро посмотреть его котенка, он ко мне в ВКонтакте уйдет, он от меня ВКонтактик уйдет. Более трагедия. Это понятное дело. А был же как раз разговор о том, что у нас сейчас и крупный энтерпрайз вместе с ГАСУХой начинает в эту сторону смотреть. А вот как раз для крупной ГАСУХи история с тем, что ты, условно, будешь монтировать вот эти стойки, там, два дня или четыре дня, да или даже неделю. Правило, вещь достаточно абстрактная, потому что они потом еще, не меняясь, будут, там, пять лет как основной средства стоять, и в лучшем случае, там, лет через семь его задумают сменить. Ну, просто там, ну, в зависимости от того, как его по бухгалтерии оприходовали, соответственно, у тебя этот срок, когда стойка стоит, и, в общем-то, основное время, которое ты на него тратишь, это как раз обслуживание. И вот хотелось бы как раз еще и с этой стороны посмотреть, раз уж на, что это, раз пошла такая пьянка по поводу энтерпрайза и ГАСУХи, так а как можно, ну, как бы, в чем выгода, с какого момента начинается выгода в эксплуатации для, там, крупного заказчика не гиперскейлера, но именно крупного, у которого, там, может быть, одна, две, там, двадцать стоек с оборудованием. Но он их покупает, условно, вот я пришел, там, вот есть у меня, там, он покупает стойку в год, например. Я понимаю, что там, да, это, как бы, не особо интересно, но им-то тоже жить с этим приходится. Смотри, здесь я немножко прокомментирую то, с чего ты начал. На самом деле, в том же энтерпрайзе и, там, в том числе и в государственных заказчиков, истории, связанные с развертыванием, они в подавляющем большинстве случаев не просто пустой звук с точки зрения времени, это реальные, там, KPI, когда ребятам нужно продемонстрировать, что, да, инфраструктура запущена, да, приложение работает, да, если я энтерпрайз, я начинаю отбивать деньги, да, если я государственный сектор, я могу, там, отчитаться перед начальством, что систему я запустил, поэтому они очень пристально на это смотрят, скорость развертная для них важна. Вот, и, как бы, я с моим про одну стойку, ну, там, да, большой разницы, конечно, нет, я с моим про несколько стойк, про тот же самый, там, десяток, это уже, там, очень и очень заметно. И примерно такой же масштаб в части обслуживания, наверное, потому что, ну, опять же, если у тебя один шкаф, там, с десятком, с двумя серверов, ну, наверное, принципиальной разницы в скорости, там, устранения хоть неисправности ты не заметишь, вот, но, там, на уровне десятка шкафов, там, да, это уже начинает быть вполне, там, понятным, вполне измеримым, и, там, и энтерпрайз заказчики и государственные в эту сторону. Достаточно активно смотрят, потому что они понимают, что простой для них это тоже либо, там, деньги, либо репутация, либо, там, выговор, либо еще что-нибудь. И, собственно, я ты начал с того, что, там, дайте хоть какие-нибудь цифры, я, наверное, вернусь к истории про, там, простейший калькулятор, который мы делали, там, с очень простыми понятными формулами, там, и которые, там, практически с, не скажу, со всеми большими заказчиками мы, как бы, обсудили, но, реально, со многими, и, там, все, там, честно скажу, там, сразу говорят, что нет у нас другие цифры, нет, в нашем случае, там, столько места стоит столько, нет у нас будет другой, но, как бы, сами заказчики, подкрутив, там, калькулятор, получают в итоге на основании простых, понятных, неоспоримых формул достаточно очевидной цифры, я их, собственно говоря, могу, там, процитировать, но, опять же, они, там, отличаются иногда в разы, вот, но, собственно, что мы, как правило, заказчикам показываем, там, уважаемый коллега, смотри, если у тебя стоит задача, там, условно, запустить такое-то количество серверов, в том случае с классическим решением, там, при этой плотности ты потратишь столько-то шкафов, сожрешь столько-то электроэнергии на сами серверы, столько-то электроэнергии на кондиционирование, столько-то денег ты потрачишь на стройку, и того у тебя затраты на 5 лет на стройку на электричество будет столько. В случае ОСП, у тебя сервов столько же, шкафов меньше, стоимость стройки меньше, энергопотребление меньше, общее энергопотребление за счет того же фрикулина может быть кардинально меньше. И реально мы видим цифры, даже в самых консервативных случаях, когда заказчики Симментом правдами-правдами обливаются, как минимум 20% и больше с точки зрения стоимости инфраструктуры за 5 лет. Это не включает цифры самой стоимости сервового оборудования, это только про инфраструктуру. Собственно говоря, взгляд на то же самое, но немножко с другой стороны, это, ребята, а если у нас есть какая-то фиксированная сумма, в которую нам надо уложиться, в части затрат на стройку ЦОДа и на электроэнергию на 5 лет, которые мы готовы потратить. Вот опять же, простой математикой, исходя из суммы, которая у нас есть, исходя из плотности энергоэффективности классических и успешных решений, и исходя из того самого много раз упоминавшегося коэффициента ПУИ, то есть, по сути, затрат дополнительных на электроэнергию в части кондиционирования и накладных расходов, разница получается 25 в 30, то есть 40% с точки зрения того количества серверов, то есть вычислительной мощности, задач, которые ты сможешь решить, опираясь ровно на тот же самый бюджет. И это то, что заказчики воспринимают крайне хорошо. Ну и, собственно говоря, еще один взгляд ровно на то же самое, который, на самом деле, самый частый, наверное, находит отклик. Это история, когда у тебя не деньги ограничены и не количество серверов, понятно, когда у тебя есть бюджет на ЦОД с точки зрения его энергопитания. Если у тебя, условно говоря, в случае с ОСИП используются фрикуллинг-технологии, сами серверы потребляют меньше, охлаждаются более эффективно, то, опять же, мы просто за счет вот этой вот эффективности можем в рамках тех же самых условных мегаватт на ЦОД разместить серверного оборудования больше на 30-40, а то иногда на 50%. Это как бы вещи, которые реально на простейших формах, на простейших допущениях, они, как правило, срабатывают. Это то, к чему заказчики еще, по сути, лояльно относятся, то, что на самом деле практики подтверждается и в мировом, и в российском масштабе тоже. Но еще раз повторюсь, это все про истории достаточно большие, истории с фрикуллингом, истории с хорошим. Энергобюджет – штука достаточно важная. Опять же, ЦОДик, он может быть не обязательно на тысячу стоек. Есть маленькие ЦОДики на 20-30 стоек. Это тоже, в общем-то, достаточно частая история. Хорошо. А как у нас обстоит? Извини, пожалуйста, я просто, чтобы добавить, помимо маленьких ЦОДиков, есть еще истории, связанные, например, с контейнерными ЦОДами, которые, условно, в морской контейнер мы размещаем там какое-то количество оборудования. И вот сюда ОСИП ложится тоже очень неплохо. Как с точки зрения плотности, энергоэффективности и готовности выживать в тяжелых климатических условиях, там это все крайне востребовано. Так и в том числе в части обслуживаемости только с предней стороны без необходимости заходить назад, потому что в тяжелых, стесненных условиях контейнера это, опять же, крайне важно. Это контейнерная история для ОСИП, и это тоже один из достаточно востребованных и интересных рынков. Извини, пожалуйста. Ну да, здесь контейнерному ОСИП еще способствует в целом конструктив, который у ОСИП, ну, сам по сути своей, достаточно крепкой, стойкой сделанной. То есть это позволяет как раз ее использовать именно в контейнерных ЦОДах, плюс ее неприхотливость, простота, она максимально здесь вот именно будет раскрываться. То есть в этом плане я тут полностью соглашусь. То же самое, как и в маленьких ЦОДах, то есть за счет того, что мы эффективнее утилизируем, ну, используем питание, мы можем, да, какую-то локацию, то есть заказчик может какую-то локацию выбрать, где у него есть ограничения по питанию, и он понимает, что ему бы вот здесь хотелось максимально снять айтишную мощность, не тратиться при этом там на систему охлаждения. То есть здесь ОСИП тоже так же заиграет как бы очень хорошо. Хорошо, у меня провокационный вопрос. Есть ли у нас в России ответственные герои, к которым я могу прийти, сказать, ребята, вот вам два чемодана денег, заткнитесь, возьмите мои деньги и построите мне вот там в болоте полностью ОСИПИшный ЦОД? Я бы сказал, что это две немножко разные истории. Во-первых, построить ЦОД, а во-вторых, наполнить его ОСИПИшным оборудованием, потому что, как правило, вендор серверного оборудования стройкой ЦОДа не занимается. Но с точки зрения наличия у нас в стране компаний, которые эффективно и дешево умеют строить, в том числе и с системами фрикуллинг, и наличием у нас компаний и вендоров, которые могут предоставить ОСИПИшное оборудование в нужных количествах, а при этом в достаточно сжатые сроки, такие возможности у нас, безусловно, есть. Хорошо. Соответственно, мы сейчас выяснили о том, что условно под ключ все равно тебе нужно искать какую-то компанию, где будет либо производитель ОСИПИшного оборудования главой, либо компания, которая умеет строить ЦОДы главой. Тогда возникает вопрос, а как у нас влияет формат ОСИПИ на то, как строят ЦОДы, кроме фрикуллинга, который мы уже обсудили? Основная здесь история. На самом деле, во фрикуллинге, который мы уже обсудили, то есть понимаем, что из ЦОДа практически полностью уходит система охлаждения. Это значительно нам облегчает и эксплуатацию, и в том числе строительство. Эксплуатацию в современных условиях, в ситуации, которая там несколько лет назад началась, еще и доставать оборудование, которое необходимо для охлаждения, запчасти для него сложнее стало. Вторая история – это про питание, то есть электрическое питание стоек. Здесь также ОСИПИ влияет на инфраструктуру таким образом, что стойка достаточно мощная, и мы можем применять, как бы такие достаточно, ну, уже резервироваться не киловаттами внутри стойки, размещать ИППшники, а то есть применять большие UPS, то есть это дизель-роторные, источники бесперебойного питания, либо же еще какие-то динамические источники питания, там газотурбинные истории также развиваются, проталкиваются как бы значительно. И вот это основные вещи, которые позволяют как бы использовать максимально энергоемкие и ресурсоемкие системы. То есть здесь мы на самом деле опять возвращаемся к дуализму ОСИПИ. И с одной стороны для того, чтобы в полной мере преимуществами ИПП воспользоваться, да, стоит пересматривать то, как ты строишь СОД, с точки и фрикулинга, и возможности обеспечения питания и так далее. Но при этом, возвращаясь снова и снова, ничто нам не мешает, то есть пишное оборудование, разместите в СОДе, гораздо более простом. Вот, оно там до всех преимуществ в полном объеме не реализует, но оно в любом случае будет точно не хуже, а по многим параметрам и лучше, как мы уже обсуждали, чем решение 19-дюймовое. Вот, ну, еще раз повторюсь, конечно, для того, чтобы все преимущества ОСИПИ в полном объеме получить, да, СОД нужно соответствующим образом закладывать и проектировать. Хорошо. Тогда следующий вопрос, достаточно любопытный. Если у нас ОСИПИ, это история про то, что стойка является, по сути, своей там, ну, не совсем, конечно, законченной сущностью, но гораздо более интегрированной между собой, в отличие от обычной стойки с 19-дюймовыми, со стандартными серваками, то я же правильно понимаю, что я могу туда условно вокнуть прометеичек, этот какой-нибудь нода экспортер от прометеиуса и сидеть и наслаждаться огромным экраном, на котором мне будет показываться, начиная от загрузки конкретного процессора, да, там, заканчивая вольтажом на входе в стойку. И это будет все у тебя связано, там, какими-нибудь красивыми разными взаимосвязями. Да, на самом деле, у многих вендоров присутствуют даже такие устройства, как RMM или RMC, то есть REC-менеджмент-модули или REC-менеджмент-контроллеры, которые максимально достаточно агрегируют как раз эту информацию, собираемую со стойок, управляют с ноты, с серверов, управляют охлаждением и мониторинг в этом плане. Опять же, я буду говорить о классическом таком OCP-эксплотанте, который именно много эксплуатирует этих систем. Мы получаем, как бы, гомогенную структуру, то есть у нас нет вот этой истории, когда у одного вендора менеджмент работает так, и здесь надо по такому протоколу собирать, у другого чуть-чуть по-другому, и из-за этого мониторинг, допустим, за IT-оборудованием значительно усложняется. То есть OCP, это также как бы драйвер для того, чтобы его использовать, это то, что мониторинг у нас наиболее получается обобщенный. Мы можем максимально оперативно, максимально просто его там развертывать, тюнить и получать эту информацию, выводить в красивые метрики, собирать, контролировать и быстро реагировать на какие-то неполадки или отклонения от нормы. В любом случае, несмотря на то, что в хорошем смысле OCP-шные серверы, в хорошем смысле, еще раз повторюсь, проще, чем 19-дюймовые, оптимизированные во многих аспектах, о чем мы уже говорили, с точки зрения удаленного управления, они абсолютно полнофункциональны, как правило, то есть в большинстве OCP-шных серверов есть встроенный контроллер удаленного управления, иногда с выделенным интерфейсом, иногда с возможностью подключаться к нему через интерфейс продуктивный, иногда и то, и другое на выбор заказчика, и безусловно с полными возможностями по удаленному мониторингу и управлению через те же самые Redfish протоколы, IPMI и так далее. И с учетом того, что, еще раз повторюсь, как правило, OCP-шных серверов в традиционной инфраструктуре достаточно много, конечно, вопрос централизованного мониторинга и управления является принципиальным, и, конечно, да, практически все вендоры огромное внимание уделяют тому, чтобы каждый сервер сам по себе был удален через API и управляем, и отдавал все возможные метрики с точки зрения понимания, как он себя чувствует. А насколько глубоки, насколько большая разница между сбором метрик с обычного 19-дюймового сервера большой тройки условно, с тем, что отдает тот же самый OCP. То есть, например, вот у меня есть определенный набор оборудования в эксплуатации, где-то мы можем посмотреть, какие диски воткнуты, где-то мы не можем посмотреть, что воткнуто, где-то мы можем посмотреть, какая банка памяти, где-то мы это не можем, где-то так, где-то сяк. То есть, насколько я могу в стандарте OCP и прописано ли это в стандартах OCP, на что я могу рассчитывать с точки зрения забора информации с конкретного сервака. То есть, в принципе, меня интересуют такие вещи, например, как напряжение на памяти, есть ли ошибки по памяти, что у меня там с дисками, то есть, вот это, как там это реализовано? Есть что-нибудь интересное? Ну, стандартные вот вещи, про которые ты говоришь, они как бы OCP сервер, он в любом случае сервер, базовые вещи, там, логи и так далее, вольтажи, это, ну, неотъемлемая часть того же самого BMC, да, все это на месте. Вопрос здесь скорее, на мой взгляд, в том, что, если говорить про 19-дюймовые системы, то, как правило, вот создается тот самый зоопарк, то есть, какие-то появляются карточки, там, допустим, апгрейды были, мы поставили другие контроллеры, они там как-то чуть-чуть по-другому отвечают, или еще что-то. С OCP, опять же, классическая история, когда много купили OCP, как правило, купили достаточно много серверов, но в ограниченном количестве конфигураций зачастую происходит именно так. И за счет этого как раз отстраивать мониторинг или там, ну, какими-то ключевыми вещами смотреть значительно проще, потому что просто нет как раз того зоопарка, который создается. То есть, купили под задачу конкретное железо, со стопроцентной практически вероятностью с вендором уже проработана необходимость собирания тех или иных метрик, их там, контролирование, это реализовано на уровне прошивки, либо если, опять же, массово на OCP оборудовании происходит какой-то там апгрейд по железу, то же самое можно там сходить к вендору и какую-то там фишку с ним обсудить, то есть, эта прошивка может появиться. С 19-дюймовыми серверами, мне кажется, такая история не всегда работает, потому что, опять же, по моему опыту зоопарков 19-дюймовых сильно сложнее и собирать эти метрики, агрегировать их и считывать сильно-сильно-сильно тяжелее, в том числе, допустим, по питанию, потому что по питанию посчитать машинки для того, чтобы посмотреть, насколько они эффективно утилизируются, был такой кейс, достаточно тяжело и в итоге оказалось, что проще токовыми клещами как бы замерить ампераж на определенных нагрузках и там где-то экстраполировать на остальные тачки. То есть, вот тут такой опыт. Хорошо, с зоопарком я согласен, что базар и ноль, но меня хочу немножко по-другому сформулировать вопрос. А УСП предписывает ли, есть ли у УСП стандарты на те вещи, которые должны отдаваться с точки зрения мониторинга железа? Ну, смотри, мы опять возвращаемся к самой первой теме, а УСП это вообще что такое? То есть, с одной стороны, это, как мы говорили, сообщество, условно, подпотрендить, поделиться опытом. Со второй стороны, это принципы и с третьей, это конкретные спецификации и стандарты, которые обязательными не являются. То есть, ты можешь совершенно спокойно какие-то спецификации УСП взять, что-то из них реализовать, что-то из них не реализовывать, а тебя никто как вендора не ограничивает. Более того, есть достаточно много производителей, которые частично ориентируются на УСП спецификации, но при этом участником УСП сообщества формально не являются. При этом внутри УСП сообщества есть такая программа, как УСП Accepted и УСП Inspired, которая, по сути, является некой сертификацией, условно, того, что та или иная железка решения вендора, участника УСП сообщества, причем не просто участника, а в статусе какого-нибудь solution провайдера, оно отвечает целому набору требований в части и функционала UEFI, то есть, по сути, база подсистемы ввода-вывода и фирмовой интерфейса и базовый функционал BMC. И, собственно говоря, ребята действительно проверяют с точки прогонки автоматических тестов на какие из запросов на Киев-команд, на Киев-ИПИ-вызовов, прости, маким образом отвечает, поэтому, в принципе, да, такая программа сертификации есть, она обязательна для ОСП вендоров или, там, просто для вендоров ОСП подобных систем не является, но, при желании вендор может в эту историю сыграть, и, там, например, наш сервер Oracle Gen1, мы через эту процедуру прогоняли. Да, это, стоило нам много, там, крови, пота и вовлечения разработчиков для того, чтобы, там, требованиям страны ОСП инженеров соответствовать, но, в принципе, это возможно. Что мы от этого получили? Ну, там, наверное, с одной стороны, прежде всего, маркетинговый шильдик, да, вот он, статус ОСП Accepted, сообщество нас проверило, с другой стороны, уверенность в том, что, по крайней мере, там, те вызовы, те методы стандартные в части BMC, в части UEFA, которые у нас есть, они ожидаемы, с другой стороны, если мы говорим про, там, какие-то системы автоматизированного развертывания, мониторинга и так далее, и тому подобное, а вот здесь, может быть, я хотел бы чуть-чуть вернуться к истории про зоопарки, про 19 дюймов, в каком контексте, мы, помимо ОСП оборудования, также делаем и системы цилизованного мониторного управления, вот рекламировать не буду, но, грубо говоря, она мультивендорная, то есть, мы не только с нашим железом работаем, мы работаем с железом других производителей, прящего через стандартные протоколы, те же самые Redfish, IPMA и так далее, и мы вот на практике убедились, сколько вот реально разной специфики, разных отходов от Redfish стандартов у самых разных 19-мовых производителей, то есть, если говоря, одна группа вендоров, назовем их условно-приличные, западные, восточные первого эшелона, у которых, как правило, свой BMC-контроллер со своим развитыми возможностями, развитыми, ничего не скажу, средствами мониторинга и управления, но который Redfish возможности стандартные отдает постольку-поскольку и с какой-то спецификой. Можно ли с этим жить? Можно, но надо будет со стороны своей системы мониторинга и управления под эти особенности и специфику каким-то образом подстраиваться. Про то, что происходит с российскими 19-дюймовыми вендорами в части поддержки Redfish вообще ничего говорить не буду, все крайне плохо. О покойниках либо ничего, либо правда, да? У кого-то все нормально, скажу честно, на уровне западных образцов, а у кого-то прям не то, что плохо, а вообще нет. А вот у меня вопрос в продолжение, что у нас отечественных вендоров так или иначе любят ругать за то, что, ну иногда обоснованно, за то, что нет ни документации, ни АИДов в публичном доступе, там примерно ничего, и все там, не знаю, под NDA, там выцарапываетесь техподдержкой и так далее. Опять же, вы как знакомы с отечественными реалиями и там хотя бы вот нормальными, да, производителями OCP в России. Насколько доступны там шаблоны мониторинга Zabix, там для Nodex Porter Prometheus и того же, там SNMP АИДы, вот насколько это все доступно, что я мог зайти на сайт, там не привлекая этих поддержку, скачать, импортировать это в любимый Zabix и вот у меня там сипичная стоечка, все нужное показывается. Если честно, то там на самом деле ты прав, в части прям публичного открытия всего и вся на сайте там есть нюансы, поэтому если мы говорим про шаблоны, про АИДы и так далее, они есть, они поддерживаются, но да, через взаимодействие непосредственно с производителем. Ну мне кажется, это вообще сейчас такая стандартная история, что получить какое-то обновление, апдейт, еще что-то, ну достаточно тяжело просто так, зайдя в интернет. Нет, речь не идет про обновление прошивок, а речь идет именно про документацию, про какие-то мониторинговые шаблоны. Я практически уверен, это у всех вендоров решается через техподдержку. Вот слава богу или наоборот, не слава богу, но заказчиков оси пишет не такое прям большое количество, да, они много покупают, но там самих заказчиков штук не так много, поэтому мы имеем возможность с ними взаимодействовать там напрямую достаточно плотно, поэтому для них эта проблема никакой не является. Да, действительно, с точки зрения там выноса там подноготных деталей в открытый доступ, там все мы сразу, действительно, там есть нюансы практически у всех вендоров, это правда. Ну, в целом, как обычно, нищеброды должны страдать, те, кто закупает составами, облизываются, ничего нового. Нет, это неплохо, это жизнь. Попадали люди, никто же не мешает, там, я, кстати, не шучу, у нас есть проекты, когда заказчик покупал шкаф с двумя осипи серверами, и да, безусловно, мы с ним общаемся, ну, по сути, точно так же, как с заказчиком, который покупает там шкафами, поэтому я бы здесь не стал делить на нищебродов и там, тех, кто покупает много, в целом, там, со всеми заказчиками, которые мы работаем, мы работаем там напрямую. Ну, то есть, хорошо, если, допустим, я у вас куплю стоечку с двумя серверами, то вы мне предоставите, да, там, и нужные все шаблончики, и там, поможете мониторинг всего этого настроить, и далее, и далее. Я скажу даже больше, с учетом того, что мы, как разработчик, вот они, мы здесь, у нас огромное количество сценариев, которые, может быть, не относятся к истории про два сервера, но у нас реально огромное количество сценариев, когда мы под заказчиком дописывали какой-то функционал с точки зрения там, BMC, когда мы дописывали какие-то возможности с точки зрения UEFI, у нас достаточно много сценариев, когда мы под заказчиком более того, оборудование, там, специально специализированное, там, дорабатывали, докручивали для того, чтобы его задачи максимально эффективно решать. Поэтому, там, тот факт, что с одной стороны, мы здесь, мы сами все это на самом деле делаем с точки зрения там, и схемотехники, и топологии, и всех прошивок, и производства, и поддержки, там, позволяет, там, при необходимости, там, не просто, там, доступ к документации получить, а доступ к разработчикам с тем, чтобы чего-то поменять в том случае, если это необходимо. Ну, я предлагаю, там, добить всю эту историю любимым вопросом у большинства заказчиков теперь. А вы в реестре-то есть? Мы есть. Прекрасно. Ну, собственно говоря, там, когда мы идем к вам. Какое-то время назад поднимали историю про, там, вот эти импортозамещенные, импортонезависимые стейки и для государственных, и для, там, интерпрайз-заказчиков, и да, конечно, для всех, для них, реестр является обязательным для, там, начала разговора. Хорошо. Мы уже два часа почти разговариваем, и для того, чтобы окончательно наши слушатели ушами не завяли, я предлагаю каждому из вас кратенечко, минут на пять рассказать свое видение плюсов и минусов этого волшебного стандарта, и все. Ну, давайте я начну, давайте начнем с плохого. Андрей, давай так, вот я бы сказал даже так, буквально от вас по три-пять причин, зачем заказчику нужно идти в OCP и зачем не нужно. Вот в таком ключе, да, что вот я заказчик, не знаю, у меня там есть какую потребность, вот хочу, вот хочу в OCP. Вот там, в трех-пяти предложениях отговорите меня или подтвердите мои хотелки. Если ты гиперскейлер или хочешь им стать, иди в OCP. Если есть специфическая задача по максимально простому и максимально надежному оборудованию, иди в OCP. Если ты умеешь считать деньги, ты понимаешь, что ты будешь расти и только расти, и не хочешь платить за охлаждение, тоже иди в OCP. Если очень много разных железных именно проектов, то есть мы не говорим сейчас, да, там, про облака, и инфраструктура, как выразился Антон, когда купили и поставили на годы, то есть она достаточно статичная и развивается очень медленно, в OCP можно не идти. И если в целом уже создан зоопарк, и тебя все устраивает, и то ты, скорее всего, об этом и не задумываешься, тоже в OCP идти не стоит. Ну, Андрей, задачку ты мне задал, потому что практически все отличным образом суммализировал. Ты можешь концентрироваться на минусах. Если не шибко концентрироваться на плюсах, но все-таки еще раз подчеркнуть, да, коллеги, если эффективность для вас не пустое слово, в самых разных смыслах и с точки зрения плотности, энергетики, обслуживаемости, управляемости, и отсутствия привязки к конкретному вендору, то OCP это действительно для вас, OCP это действительно работает, OCP решение, которое, в общем, в России производится и поддерживается. Вот, с точки зрения минусов, если у вас инфраструктура ориентирована на небольшие инсталляции, там, по два, по три сервера, даже по десять, ну, наверное, OCP это не про вас, OCP, наверное, имеет смысл, начиная со шкафов. Вот, если ваша инфраструктура с точки зрения прикладных систем заточена на какие-нибудь, ну, условно, монолитные, что называется, приложения, вертикально масштабируемые, то есть, условно, большой супердом с, там, большим красивым мороклом, там, с десятками, а то есть сотнями, ну, не сотнями, но с полутора сотнями физических процессоров, то, конечно, OCP не для вас. OCP это про задачи, которые хорошо горизонтально масштабируются, там, под контейнеры, под виртуализацию, под распределенное хранение и так далее. Горем пополам мы собрали все минусы, потому что плюсы, в принципе, о плюсах мы говорили примерно полтора часа, вот, и все-таки сколько-то минусов мы собрали. Ну, что, Антон, давай тогда закругляться, что ли, не будем больше мучить наших гостей вечером, пятница. Да, я думаю, что коллеги уже смотрят на нас злобным взглядом, потому что сквозь нас проглядывает холодная бутылочка пива. Вот, еще отдельно могу сказать, что один из минусов в CP это непонятность, вот мне, как заказчику, мне не очень понятно, как с ним жить в будущем, потому что, как любой open source и любые вообще открытые стандарты, они имеют разные имплементации и даже с нашим любимым вдоль и поперек описанным стеком того же самого TCP, их там есть около пяти реализаций того, чего уже описано вдоль и поперек. Я бы тоже, наверное, это причислил к минусам, что как любая новая вещь, ну, относительно новая, не очень понятно, как с ней жить в достаточно длительной предложительности. От себя могу сказать, что было реально очень интересно. Я с удовольствием послушал, было много, много слушал, много думал. Надеюсь, что мы с вами соберемся еще на вторую часть, где поговорим о нюансах и различных веселья в поддержке и эксплуатации OCP, потому что это для меня как раз самое близкое, как для эксплуатанта. И отдельно большое спасибо вам, что нашли время потратили его на нас, на наших слушателей в этот пятничный вечер и не применяли нас на бухло и женщин. Спасибо, что позвали, также было интересно пообщаться, интересные вопросы были достаточно, ну, с точки зрения эксплуатанта, на некоторые я также, ну, для себя я их никогда не ставил и много интересного, как бы пришлось также подумать. Спасибо большое. Коллеги, спасибо большое, было очень приятно пообщаться, я надеюсь, что мы с Андреем всколыхнули там некие мыслительные процессы, зародили там вопросы, сомнения, новые идеи и там с нетерпением ждем новых встреч, действительно, про OCP говорить можно еще долго и в части эксплуатации, и в части там той же самой разработки, поэтому с нетерпением жду новых встреч, всем огромное спасибо, всем хорошего вечера пятницы и отличных приближающихся выходных. Всем спасибо, всем пока. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok